Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Жития святых рассматриваем во свете Библии, дабы все смотрели открытым оком, не были слепыми. Вопрос 1977. Знали ли святые мужи, пустынники, толкование Библии? Ответ. Некоторые знали, но к деле шла благовестие, с ними как будто помрачение ума происходило. Самые великие, уважаемые мной, они как под гипнозом, начинали бредить в пустыне, убегали в горы, как будто не держали в руках Библии. А очень многие толковались сами, не согласуясь с Библией, их понимание было и это не скрыто, и не исправлено до ныне. Римлянам 2.21. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Матфея 15.14. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Матфея 23.24. Вожди слепые, отсаживающие комара, верблюда поглощающие. Вот никому это не относится так, как к монахам. Совершенно не в той степи трудятся. Себя смирить, трудности, нигде Бог этого не говорит. Трудностей и так хватает. И погодные условия, и враги вокруг нас. Нет, а я залезу один, и сам себя буду мучить. Просто считаешь, как будто совершенно ненормальные люди, неверующие. Верующие это, Павел призывает, подвязайтесь единодушно, все вместе, за веру и в ангелство. А между ними на каждом шагу споры. Я не так понял, так, и все это духовно. Вот 153 рыбы поймал. И вот начинает 101, означает 52-е, 3-е. Такие накрутки страшные делают. Зачем? Поймали рыбу, съели, и на этом конец. Кирилл Александрийский, 9 июня. В Нижнем Египте проживал тогда некий старец, известный своей святою жизнью. Несмотря на это, он, как человек необразованный и простой, придерживался одного неправильного мнения. И именно, по своему невежеству, старец утверждал, что Милхиседек есть Сын Божий. Ну, это надо учить ему. Вопрос 1978. Известно, что монахами были и святые отцы. Кто им преподавал такое учение? И зная Писание, его толкование, как они могли добавлять словам Христа такие толкования, что монастыри нужны, безболвие, отшельничество. Это требование необходимости для лучшего спасения. Ответ. Думаю, что причины к тому кроются в слишком неожиданном откровении Христа, что спасение дается даром, по благодати. С этим никак грешная человеческая природа не могла согласиться. Только апостолы могли это вместить. А дальше снова свалилась в ту же деловую производительность. Задабривание божества своими страданиями пытались разжалобить Бога. Снискать его благорасположение и заработать спасение. А Библию учат совершенно по-иному. Римлянам 3.21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа. Во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром. Получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. К показанию правды его в настоящее время доявится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Где эти посты? Где эти тяготы, комары, болота, столпы? Где? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою. Независимо от дел закона. А законы-то свои написали, не только Моисеев-то. Получая оправдание даром. Все забудь, но даром. И поэтому такие радостные были христианы. И почитаю 11 раз в одном послании. Радуйтесь. Посланник Филиппийцам Павла упоминает. У монаха радость. Какая радость? Арсений Великий. Великий. С этой приставкой Великий. Только 17 человек за 20 столетий. И он пришел. Монахи на берегу сидят. А что это такое шумит? Да это вообще камыш шумит. Да разве можно слушать камыш? Где-то птичка закричит. Нельзя. Это какая же вера-то? Дальше мы будем говорить, какие они писали уставы. Авва. Это настоятель монастыря. Для них как Бог. С большой буквы Бог. Слушается как Бога. Это новая религия. Религия мрака и заблуждений. Религия мазохизма. Издевательства на своей плотью. Религия неверия в Бога, в его благодать, даруемую даром. Неверия. Монашество. Это доведенное до отчаяния неверия. И уже умирает. Всю жизнь был. И не знаю, прощен и грехи или недогевера-то. Я прощен. Спасен. Спасен я от блужданий пытливого и гордого ума. Мы признаем, что человек оправдается в веру и независимо от дел закона. Получая оправдание даром. По благодати его искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 10, 2, 4. Ибо свидетельствуем, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Учились друг от друга, а не прямо из Библии. Вот отсюда все бегства в горы. Отсюда такое лютое пренебрежение Божьим наказом идти в мир. Проявляя под видом страшного смирения, непостижимо страшное непокорство воли Божией. Это я отвечаю студентам на эти вопросы. Под видом страшного смирения, непостижимо страшное непокорство воли Божией. Марка 16, 15. И сказал им, идите по всему миру. Идите по всему миру. Прохлопали ушами. Мусульманство 2 миллиарда. Атеизм, марксизм, протестантство. Все на этой основе вышло. И проповедуйте Евангелие всей твари. Всей. 1 царств 15, 23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. То есть в этом волшебстве, в образном виде, все монашество пребывало с самого основания. И противление тоже, что идолопоклонство. Это все идолопоклонники были в этом смысле. За то, что ты отверг слово Господа, что даром дается спасение. И он отверг тебя. Какой будет ужас, когда увидят, что монашество и вообще не спасались. День в вечности откроет. И все эти канонизации, все это дым и пыль. Чтобы оправдать свое своеволие, напускали видение, сновидение, благоухание, прозрительность, исцеление. Но этого всегда достаточно было у всех народов и во всех религиях. И это совершенно еще не говорит, что человек угодил Богу. И с Богом есть и будет. Если он явно пренебрегает Слово Божие. Притча 28.9. Вот это надо эпиграфом брать. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. И вот они молятся за весь мир. И сейчас за весь мир. А я что молюсь? За кошек только своих или за соседа за одного? Я молюсь за весь мир, за всех президентов, за воины, за все священство, за Папу. Но я одновременно и работать должен. В этом бегстве в горы есть нелюбовь ко Христу, к Его вечному Слову. Исайя 8.20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, закон и откровение, то нет в них света. Монашество это тьма. Ангельский образ. Вы монаха видели, одетого в белую одежду? Ангел всегда является в светлой одежде. А эти все темные головешки. Обгорелые. Как Серафим Саровский говорил. Иоанн 14.23. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот пусть в горы идет. На болоте живьем комары, чтобы заели его. Нет. Тот соблюдет слово мое. Когда скажешь закон, так это Моисеев. А слово мое это что? И Отец мой возлюбит его. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Если слово Божие пренебрегается, ни Отец не придет, ни обитель не сотворит. Ничего нет, одна самость. Дикая страшная самость. Варлама Исаапа, житие Индия, царь обратился. И ушел в пустыню. Индию бросили на... Все, весь народ, страна идет за ним, плачет, молится, вернись. Никаких. Почему? Яд монашества проник в него. И он ушел в Варлам. Вместе с Варламом. Искал его годами. Три года искал по пустыне. Это религия мрака, заблуждение. Пещерное христианство принесли нам на Русь. Не чистое евангельское слово. Представьте, если бы вышли монахи, знающие русский язык, и сказали, слушайте внимательно. Ни один идол не спасает. Христос умер за грех наш. Мы освобождены от греха. Гнев Божий за грех пал на Христа. Не было этого. Взяли лопаты, пошли копать, прятаться. Антоний сколько раз на Афоне был. Каждый раз ему говорят, иди на Русь, проповедуй. Приходит в пещеру, лезет. Да их судить надо было за это. Уже тогда. Григорий Богослов, 25 января. А отец против воли поставил его пресвитером. Против воли. Ну как это можно слышать? Когда его десятки раз спрашивают, добровольно ли. А затем хотел посвятить его его епископа. Ну а святой Григорий, отклоняясь от такого сана и почести, также стремясь к иноческому безмолвию. Да уж лучше бы согласился с пресвитером быть. Тайно бежал из дома, а это уже у них как трапарет. И пришел в понт к своему другу, святому Василию. Последний также был уже пресвитером. Устроил в понте монастырь, куда собралось множество иноков. Вот. В монастыре множество иноков, это множество проповедников заблокировал Василий. Которые могли пойти в мир. Посмотрите, вот после перестройки началась. Сколько сектантов приехало. И сколько сект многотысячных. Уже миллионные, наверное. Посмотрите, и церковь Христа, и благословения, новая жизнь, и новоапостольские. Каких названий только нет. Собрал множество иноков. Ты за этим должен понимать так, что он устроил кладбище. Поле сухих костей. Которые ненавидели природу, ненавидели музыку. Как это музыку слушать? Пан Софий. 15 января. Цитата. Святой Пан Софий был сыном Александрийского проконсула Нила. Обладая большим богатством, Нил не жалел средств на воспитание своего сына. И святой Пан Софий при своих прекрасных способностях получил основательное познание в христианских истинах. Наряду с широким светским образованием, по смерти отца, святой употребил своего богатства на вспомоществование нуждающимся. После чего удалился в пустыню, отвергнув житейские помыслы. Чтобы взыскать Господа, 27 лет прожил он в уединении, возводя ум свой от земных вещей к озерцанию небесного царствия, и пребывая в неприставной молитве к Богу. За 27 лет сколько бы он добра сделал. Вот это антихристианское учение об удалении от мира. Господь говорит, не говорю, чтобы он взял из мира. Как антихристы какие-то собрались, против каждого слова Христа воюет. Я вспоминаю беседы свои с Александром Менем, убитым священником. Он говорит, у нас Евангелие в руках держат. И что просчитают? Все силы бросают на то, чтобы делать против. Это Иоанн Златоус об этом говорит. Больших врагов, чем мы, православные, нет на земле. Как будто бы решились воевать против Бога. Узнали заповеди? Все силы бросить на нарушение их. 27 лет прожил он в уединении. И что все возводил ум свой от земных вещей. А их не надо было возводить, а идти туда и помогать. Помогать, как вот Макарий Алтайский, архимандрит. Он шел, язычники, он лечил их, помогал, в комнате брал, подметал в юртах у них. И ум свой от земных вещей к созерцанию небесного царствия. И пребывая в непрестанной молитве к Богу. Да и в мире непрестанно молятся. Григорий Вологодский 30 сентября. Князь Галецкий Юрий умолил преподобного крестить у него двух сыновей. А великий московский князь Василий Дмитриевич желал сделать преподобного архимандритом в городе Ростове. Избегая человеческой славы, преподобный оставил игуменство в монастыре и удалился в места никому неизвестные и непроходимые. Афанасий Афонский 5 июля. Преподобный Михаил имел намерение поставить Афанасия после себя игуменом. Ибо сам он уже состарился и приближался к кончине. Узнавший об этом Афанасий, хотя и не желал расстаться с любезным отцом своим, тем не менее убежал оттуда, боясь бремени начальствования и считая себя недостойным пастырского сана. Он странствовал по Афонской горе, посещая пустынных отцов и примером их добродетельной жизни возбуждался к высшим подвигам. Высший подвиг – это спрятаться от народа. Самый высший подвиг, чтобы все время постоянно против заповедей божьих воевать. Как это можно не видеть-то? Вот это вот никак не пойму. Тут вообще не надо никакой веры. Просто умом прочитаю, уже понятно. Идите ко всему миру, проповедуйте Евангелие, все силы бросить уйти от народа. Нашло несколько человек, там грибники какие-то. Все, пропал. Идти надо еще дальше. Антихристово – это учение. Это антихрист добивался, чтобы люди Христа не знали, ему легко будет воцариться. Это как будто притечи антихристовы, которые заставляли людей убегать, не давать им Евангелия. А монастыри были источником грамоты. Да как не быть грамоти-то? Народ работал. Грамотных людей высасывали из народа, обольщали в монастыре, они там умирали. Как народу быть грамотным-то? У меня есть наработка, я говорю, что монашество в том виде, в котором оно есть, принесло вред больше, чем евреи, иудеи, жиды, которые все поминаются здесь, масоны, мусульмане, коммунисты, фашисты, все вместе взятые. Монашество принесло зло большее во много раз. Самое злое установление – это монашество. Почему? Потому что они не давали людям Евангелия. Они убегали от народа. Самые сильные, крепкие, мужественные шли туда и за стенами умирали, не давая потомства. И поэтому в пустыне, где они были, ничего нет, пустое место. Найдя в расселенных скал несколько братьев, как комары какие-то, в расселенных скал, проживающих неподалеку друг от друга, он поселился среди них и стал подражать их суровому образу жизни. Но это что, не помешательство? Почему он ходил, блуждал по стране, не нашел ни одного проповедника? А их не было. Монашеское учение уничтожило это. Никаких миссионеров по мини не было. У них не было никакой заботы о теле. Не было ни крови, ни пищи, ни имущества. Но ради бога они охотные с радостью переносили и мороз, и жар, и голод. Вот спортсмены. Это готовили, когда воевать. Вот готовят, когда легионеров, французский легион. Это вот точно так же, чтобы ничего не бояться. Вот это. Любым способом выжить. Вопрос 1979. Как верить тем житиям, где описывается, что этим людям был с неба именно от бога голос, побуждающий их отвернуться от людей и идти бороться в пустыне с бесами, совершенствовать себя постом и молитвой? Но были ли такие святые, которым, согласно Слову Божию, был голос, чтобы они оставили свое молчание сестра и шли в мир благовестием спасать грешникам? У них и видения были совершенно другие, чем апостолы. Там даже в видении, приди и помоги к нам, македонянин, Павла просит. Здесь нет, уйди подальше. Это другой дух был совершенно. Мне говорят, вы так не боитесь говорить. Но я не буду говорить, но смысл-то остался, страна-то неверующая. И сегодня тоже там мощи развозят, остатки трупов по всей стране развозят, монахи греческие. Это греки все. Греки-торгаши. Они всегда такими были. А теперь кости распродают оптом. Ответ. Были и не раз такие евангельские, животворные случаи. Эти повеления полностью согласны со Словом Божиим, по которому и будет Бог судить каждого из нас. И каждого из этих виноков пещерных. Но вот в это-то они, как вся их жизнь доказывает, совершенно не верили. Если такое Бог говорил, это не от Бога. Многие верили и верили, что Бог будет судить по их голодному желудку и по их истощенному виду. Иоанна 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе Слово, которое я говорил. Оно будет судить его. Оно! Слово Божие. Оно! Не монашеские выдумки бредни. В последний день. Откровение 24. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. А его и не было. Слово Божие должно было переполнять все, от руки бы переписывали. Если у Пахоми 11 тысяч монахов, да это 11 тысяч Новых Заветов переписали бы. Я сидел в тюрьме и бумагу как-то каким-то образом находил и переписал. Крупными буквами переписал в Псалтырь, чтобы легче молиться было. Пожалуйста. Все монашество, начиная от первого еще с неофорившимся уставом и до сегодняшних животолюбцев. Все они не нуждаются в водительстве Духом Святым, который ведет человека и научает только по слову своему, неизменному и вечному. Когда случится, что Господь откроет это им, тогда вот эти мои строки, вот эти наши файлы, эти видеоролики, они искать будут днем и ночью. Иночество так ведет себя, как будто оно основано на полной уверенности, что Бог непременно изменит свое решение судить по Священному Писанию, данному им людям, как истинно руководство на пути в Царство Небесное. И что будет судить их по их уставам, по их трудам и подвигам, какие они измыслили. В таком случае они будут виновны в нелюбви к Слову Божию. А значит и к этому самому жениху, невестами которого они себя тщеславно считали, со всем их многоценным бисером девства. Сесильный Иегова Господь Саваоф намертво соединил любовь к нему с любовью к Его Слову. Более того, это является определителем того, угодно ли будут твои молитвы, все ночные стояния твои, бессомные ночи твои и многочасовые моления твои, слезы твои. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. И может быть 2000 лет одну мерзость только испускали эти монахи. А почему? Отклоняли ухо свое от слушания. Я тут прочитаю еще святого Дорофея и Досифея. Досифей, молодой офицер, уверовал интересующийся у Дорофея, а Дорофей везде в пример ставится. И говорит, я хочу знать, а как это будет? Ну зачем тебе знать? Ну я говорю, погодя, он опять пришел. Ну зачем тебе это надо? Ну ты кормишь, вот кости эти рыбьи обсасываешь у больных-то, достаточно тебе постель заправляй. Он снова его спрашивает. Тогда он и решает его послать его к Авве, а ему дал письмо. Он придет тебе, ты поколоти его как следует. Ну доел он мне. Все ему надо знать, Евангелие. Он не знал, что протестанты на это будут сотни миллионов приобретать. Он пришел, стал спрашивать, он как ему дал? Да по спине, да по лицу. А он кроткий такой, офицер. Да он бы, значит, ему дал апперкот такой бы, он говорит, забыл, где монастырь. А он опустил руки перед ним. Пришел, доропей ждет, что же будет? Ну и как? Хороший настоятель. Как хороший. А ты был у него? Конечно был. Ну и что? Ты что ему сказал? Я сказал, хочу знать Евангелие, как понимать его правильно. Вот притчи мне непонятные. И что он как мне ударил вот сюда, а потом вот сюда. А я побежал, он догнал меня, как по спине, дал мне палкой. Хороший настоятель. Он понял, что это не надо. Я так благодарен Богу. Это в образец ставится. Как же было тут Мартину Лютеру-то не всколыхнуть Германию? Это люди увидели, что совершенно неверующие. Как было, когда пришли тут Рябошапки, Пашковы, Радстоки? Как было не принять это учение евангельское-то? Вот она, революция. Я много лет думал об этом. Ну почему они были против того, чтобы Евангелие дать народу, не переводили? Ты вдруг нашел. Не кто-то, а митрополит тогдашний. И он говорит, если дать людям Библию на русском языке, вы знаете, что будет? Революция будет. Да действительно так. Выходит, умирали наши предки, не зная Бога. Они, может, все в аду находятся. Никакие зоопокойные молитвы им век не помогут. Действительно может быть революция. Они на клочки разнесут народ тогда. И была все-таки допущена громадная ошибка. Далее перевели. Дали и сказали для домашнего чтения. А в церкви все другое. Ну и купили Библию, почитали. А сектанты-то вот они рядом. А вы купили Библию. А сектантам не продают, только своим, по знакомству. Тираж-то маленький. Да, купил. Считаете? Да иногда считаем. Он думает, как бы его не спугнуть. А сколько заплатили? Ну заплатили мы 3 рубля. Тогда деньги большие были. А вы мне не продадите? Нет. Я 5 рублей дам. 5? Ну да. Ну ладно, тогда возьми. И через короткое время все Библии оказались в руках сектантов. Пашковцев, родстоковцев, штундистов. Если бы это было при самом начале инощества, известно им, что молитва их мерзость. Они бы с криками и слезами ринулись из пустыни раскапывать свои таланты, зарытые ими. Кому они могут там отдать свой талант? И кого приобрести, кроме льва, из ноги которого вытащили за нозу? Ну, таких занос по житиям было не более 5 за 2000 лет на 10 миллионов скитальцев. А их больше-то и не было. Вот эти слова обязательно все они на суде Божьем услышат, обращенные именно к ним. Там Бог не будет смотреть на твои чудотворства и чудачества пещерные, а потребует прибытка от своего данного тебе таланта. И что скажем? Лука 19, 23. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? Какой прибыль, когда талант загубил? Женщина под видом мужчины, под видом скобца, на одной лжи проникает в мужской монастырь и там трудятся. А монахи с ума сходят, слишком красивое лицо. Ну, сгорает. Ну, мужчина же. Ну и женятся друг на друге и что только нет. На одной рогожке не спать. Вот это голубое лобби идет. На этом сгорели не сотни, а тысячи и тысячи. Таразаконие 11, 1. Итак, люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, им повелено, и постановление его, и законы его, и заповеди его, во все дни его, его, его. Не Ава, не Ава, что придумал, ни Венедикт, ни Василий, ни Сергий Радонежский. Таразаконие 11, 22. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди, которые заповедую вам, Бог, Егова, исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилипляться к Нему. Иоанна 14, 15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Да какие заповеди? Это Евангелия-то нету. Оно из Евангелия только вера от слышания, от слышания от Слова Божия. А его как раз и не было. Потеряки переписывают. Иоанн 14, 21. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. Тот. И я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Вот тут почему и вместо Христа дьявол являлся им. Иоанн 14, 23. Иисус сказал ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. От любви к Богу и соблюдения Божьего Слова. И Отец мой возлюбит Его. И мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. 1 Иоанна 5, 2. Что мы любим детей Божиих? Узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ну какой еще устав-то надо? Любишь Слово, узнаем. Ты любишь и детей Его. И все эти голоса, видения, благоухания, сопровождавшие повеление бежать от людей, и там молчать и молчать десятки лет. Это-то уж никак не сходится с тем, что говорил Господь Бог людям. Так чьи же это были тогда им голоса, ставящие под сомнение голос содержителя-то? Не водилось ли монашество демоническими силами все эти две тысячи лет? Я сейчас знаю, кто слушает, в обморок падают. Ну вы сравните со Словом Божиим-то. Что вы трясетесь перед человеческими авторитетами, ложными, дутыми? А Слово Божие затоптали, его не видно нигде. Никола чудотворец, 6 декабря. Чтобы сохранить к монашеству прежнее благоговение, нужно было дать указ, проклясть Библию, в руки не давать. И кто будет читать, казнить их. Вот тогда еще можно было сохранить авторитет монашества. Другого пути просто нет. А тут у старобрядцев. Правильно у них. Библию читать нельзя, с ума сойдешь. И все. Сектанты к ним с Библией? Да пошли, вы от нее с ума сходят-то. А тут сказали, Библию читать можно. Они растолковали, а вот они, сектанты, подъехали. Ну и все. Веговисты и пошли. Кавычки. Пробыл в Иерусалиме довольно долгое время. Святой Николай намеревался удалиться в пустыню. Но был остановлен свыше божественным глазом, увещевавшим его возвратиться на родину свою. Господь Бог, всеустроящий на пользу нашу, не благоволил, чтобы тот светильник, который по воле Божией должен был светить в Ликийской митрополии, оставался сокрытым под спудом и в пустыне. Ну почему другим-то этот голос не был-то? Он это расслышал. Под спудом, прятанный в пустыне, в монастыре. Найдя в этом монастыре безмолвное житие и тихое пристанище для богомыслия, святой Николай надеялся остальное время своей жизни провести здесь неисходно. Но Бог указывал ему иной путь, ибо не хотел, чтобы такое богатое сокровище добродетелей, коим должен обогатиться мир, пребывало заключенным в обители, подобно сокровищу, закопанному в землю. Сами же об этом говорят. Но чтобы оно было для всех открыто, и им совершалась духовная купля, многие души приобретающие, вот путь. Единственный, но он совершенно против того, что у других монахов. И вот однажды святой, стоя на молитве, услышал голос свыше. Николай, если ты желаешь удостоиться от меня венца, иди и подвязайся на благо миру. Это одна миллионная доля среди житий святых, чтобы такой голос расслышался. Услышав сие, святой Николай пришел в ужас и стал размышлять о том, с чего желает и требует от него голос сей. И снова услышал, Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести ожидаемый мною плод, но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе имя мое. Ну это-то, этот голос-то, почему никому больше не было, а все в пустыню дальше уходить-то? Ну это явно разные голоса, диаметрально противоположные. Если у него был от Бога, то те голоса-то были не от Бога. А от кого дальше, который голос-то? Невидимая сила это только ангелы, и ангелы падшие демоны. Бог невидимый, и сатана напротив, все друг против друга. Если это Бог, значит там сатана им гнал в пустыню. Здесь если ангел, то там демоны, бесы, черти. Тогда святой Николай уразумел, что Господь требует от него оставить подвиг безмолвия. Это подвиг, не противление Богу, а не подвигом мы назвали его. И идти на служение людям для их спасения. Ведь они рассуждали, у меня на работе один был, но еще более раннее время. Ну и живет с несколькими женами. Я говорю, ну как же ты так-то? А человек-то хороший, а что я плохого сделал? Жена моя ничего не знает, в доме у меня мир и порядок. Я вот живу, у одной родилось уже два ребенка, у другого солдаты в армии будут. Ну в стране много их побили, людей и прочее. Наоборот, меня награждать надо за это. А сколько у тебя жен здесь? Ну 18 я знаю, а больше уже там не помню где. Ну действительно так, если с той позиции смотреть государственной важности, это сейчас бы было 650 миллионов в России, как Менделеев Дмитрий Иванович говорил. Таким образом, Церковь Божия приняла светлый светильник, который не остался под спудом, но был поставлен на подобающем ему архиерейском и пастырском месте. Вот это сейчас копирую и к каждому житию. А те под спудом, те закрытые, те под кроватью светильники. В самом начале своего пастырства угодник Божий так говорил себе. Николай, принятый тобою сам требует от тебя иных обычаев, чтобы ты жил не для себя, но для других. Монахи жили только для себя. Это эгоисты из эгоистов. Их таких эгоистов в олигархах сегодня не найдешь. От олигарха вот что-то остается. Желая научать своих словесных овец добродетелям, он не скрывал уже, как прежде, своего добродетельного жития. Ибо прежде он проводил свою жизнь в тайне, служа Богу, который един только ведал его подвиги. Убегать от Бога, то есть самое сильное противление Богу, это провозносили подвигом, как я говорю про этого мужика. Его блуд он возвел в святость. Дети-то рожаются, и много, и все, мальчики. Теперь же по принятию им архиерейского сана, жизнь его стала открыта для всех, не под тщеславию перед людьми, но ради их пользы и умножения славы Божьей, чтобы исполнилось слово евангельское. Вот были хоть какие-то миссионеры маленькие, плавали на кораблях, русские тоже плавали. И смотри, что сделали англичане, что испанцы сделали. Два континента, Южно-Северная Америка, это благодаря тому, что туда люди проникли. Матфея 5,16. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Если люди не видят ваши добрые дела, свет не светит, и нет прославления Отца небесного. Дальше-то глядите в этот стих. Еще прочитайте раз. «Тогда светит, не прячется свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Альберт Швейсер. Два образования. Едет, работает среди прокаженных. Вот это. Или мать Тереза. Калькутская. Ефрем Серин. 28 января. Для пропитания своего в Эдесте преподобный Ефрем нанялся трудиться у содержателя бани и употреблял в свободное время для проповеди Слова Божия язычникам. Потом, по совету святого старца Юлиана, удалился в пустыну Эдесскую гору для подвигов. Тут гоняет его, бьют. Это не подвиг. Он проповедует не подвиг, а в пустыню Эдесскую гору спрятаться. Вот это подвиг. Какая сила возгнала туда? Вскоре видение открыло старцу Эфреме мужа, которому одному из современных соотечественников вручена была книга для вразумления людей. Эфрем начал писать толкование на пятикнижие. Четвертый век. Четвертый. Народ вообще ничего не знал. Вот он, Мароний, пришел. Золотая книга. Этот первый опыт толкования на сирском языке привлек к Эфрему многих эдессян. И Эфрем хотел убежать от людей. «Эфрем, куда бежишь ты?» спросил явившийся ангел. «Хочу жить без молвий, бегу от молвы, обольщение света», отвечал Эфрем. Ангел сказал, убойся. Чтобы не исполнилось на тебе слово Писания, Эфрем подобен молодому валу, который хочет освободить шею от Ярма. Осия 10.11. После того, Эфрем возвратился к тому служению, к которому был призван. Всего времени он начал устно и письменно поучать вере и благочестию. Для успеха в своем благочестивом деле он открыл училище в Эдесе, из которого впоследствии вышли знаменитые учители в Сирийской церкви. Первое избиение в Раифе. 14 января. Тогда Инок рассказал следующее. Я отцы немного жил с ними, только около 20 лет. Но были там и такие, которые жили подолгу. Одни по 40 лет, другие по 60, а некоторые по 70 лет. 70 лет закованной, замурованной во тьме. Там обитало много отшельников, которые, согласно апостольскому слову, скитались по пустыням и горам, по пещерам, ущельям земли, скитались и скитались. Тела свои они так изнуряли, как будто бы были не их тела, а чужие. Был между ними один старец по имени Моисей. Происходя по рождению соседней страны, фаранской, он с юности возлюбил иноческую жизнь. Вот это как яд, отрава, как миазма монашества распространялись по стране. И только одно, монашество, уйти. То есть они доказали монахи, что в мире, то есть то, где Христос был, там не спасаются, спасаются только у них. Это явно антихристианское учение. Они отравляли всю территорию стран, где они были. И люди стремились теперь в монашество. Эй, монашество теперь, какие заповеди? Не надо ничего, авва. Он был настоятелем уживших там прежде отцов, пробыв в выношестве 73 года. Да по одному бы человеку в год приобретал, уже 73 было. Мухаммад-то был бы один из самых великих пророков в новозаветной церкви. Живя в одной пещере, поблизости от монастыря, он поистине был вторым Ильиофе-Святянином. Ибо Господь подавал ему все, чего бы он ни просил у него. Чудесными знамениями и исцелениями всяких болезней он обратил христианство всех жителей, находившихся в пределах фаранских, равно как и избальтян, живших в этой стране, видя чудеса и совершаемое Моисеем исцеление. Все преисполнялись верой во Христа и, принимая крещение, вступали в Святую Церковь Христову. Время проводил в строгом молчании, как никто другой, нарушая его лишь ради приходивших к нему для исповедания своих помыслов. Таких он принимал со вниманием и кротостью. Иларион Новый, 6 июня. Слава Иисусу Христу!